Новосибирск 25 школ в Новосибирской области капитально отремонтируют за два года. На эти цели уже заложили больше миллиарда рублей. Все объекты, которые вошли в федеральную программу, рассмотрели на оперативном совещании у губернатора. Это, конечно, вызов и возможности. Вот в зависимости от того, насколько успешно мы приступим к реализации первого этапа, мы сможем увеличить количество объектов на последующие этапы, не раскачиваясь, не откладывая в сторону, уже приступить к реализации наших планов на 2022-2023 год. Вполне возможно, у кого-то из коллег появляются сомнения, а как все это делать в условиях новых санкций, изменения макроэкономической ситуации. Коллеги, никаких изменений по реализации ни этой программы, ни национальных проектов, ни других федеральных программ, в которых мы участвуем, никаких изменений на данный момент не предполагается. До конца 2023 года капитально отремонтируют школы в 15-й муниципальных образованиях в Барабинском, Качковском, Краснозерском, Куйбышевском, Купинском, Кыштовском, Маслянинском, Новосибирском, Ордынском, Сузунском, Тагучинском, Чистоозерном и Чулымском районах, а также в городах Обь и Новосибирск. На период ремонта ученики будут распределены по соседним школам. Федеральная программа рассчитана до 2026 года. Список зданий на второй этап уже формируют. В Партии пенсионеров России за социальную справедливость предлагают внести сразу несколько изменений в статьи Налогового кодекса. В первую очередь вынести на обсуждение новые принципы администрирования по НДФЛ для того, чтобы основная налоговая нагрузка легла на сверхбогатых граждан страны. Кроме того, в Партии считают, что сейчас происходит заметное усиление налогового бремени на реальный сектор экономики, что препятствует модернизации промышленных мощностей. Особенно это касается предприятий наукоемкого сектора экономики, призванного обеспечивать опережающее развитие страны. Первые партии оборудования для СКИФ накануне передали ученым институтов ядерной физики и катализа СУРАНа. Несколько высокочастотных блоков усилителей мощности для ускорителей частиц. С подробностями Екатерина Стывко. Евгений Шаров проверяет одну из ячеек нового усилителя. Последние приготовления перед установкой в аппарат. Работа тонкая. Важно сверить показатели каждого элемента. Вот отдельная ячейка, мы вытаскиваем ее, настраиваем, потом вставляем усилитель. Все параметры выводятся на дисплей. Все работает хорошо, мощность выдает, все отлично. В коробках уже проверено и готовое к работе оборудование. Техника ждет своего часа транспортировки. В собранном состоянии конструкция занимает несколько метров. Это усилитель мощности линейного ускорителя. Если говорить простым языком, то аппарат усиливает входящий сигнал в сотни тысяч раз. Без такого оборудования техника на Скифе просто не будет работать. Аппараты изготовили на Новосибирском заводе радиоэлектронной промышленности. Он на передовой научных разработок оборудования этого предприятия сейчас используют даже в работе большого адронного коллайдера. Усилители Скифа сделали по новой технологии. За качество подачи непрерывного сигнала отвечают транзисторы. Этот усилитель работает практически без охлаждения. 700 киловатт импульсный. От него нет ни звуков, ничего. Несколько усилителей для ускорителей частиц сегодня передали ученым. Подрядчик – Институт ядерной физики, заказчик – Институт катализа Суран. Это оборудование – первые этапы реализации программы. Эти уникальные усилители позволят нашим пучкам не только ускоряться и летать по нужным траекториям, но и сформировать нужное их высокое качество, чтобы потом можно было получить рекордное по своим параметрам рентгеновское излучение, в основном накопители Скифа. Теперь ученые смогут частично собрать аппараты, чтобы начать писать программное обеспечение для управления ускорительным комплексом. Еще одна партия оборудования на подходе. Следующий будет Линок-20. Так называемый линейный ускоритель, но та его часть, которая формирует начальную, до 20 мегаэлектронов вольт, когда, не могу сказать точно, но точно в этом году, конечно. Я думаю, что это еще до лета случится. Пока идем четко по графику, говорят ученые. Напомним, экспериментальные станции Скифа планируют запустить в декабре 2024-го. Екатерина Стывко, Алексей Зубила, Новости ОТС. Основную арену нового ЛДС подключили к теплу на неделю раньше срока. Строителям нужно еще несколько дней на то, чтобы здание прогрелось до температуры плюс 5-10 градусов. После этого начнут отделочные работы на лестничных клетках и во многих других помещениях. Индивидуальный тепловой пункт начал работать еще в декабре. Затем подключили малую тренировочную арену и универсальный спортивный зал. Там отделочные работы уже идут. Параллельно строители возводят два отдельно стоящих здания, билетные кассы. Также готовятся к благоустройству территории вокруг дворца. По сообщению пресс-службы правительства региона, работы идут по графику. И на это не повлияет возможное лишение России права проводить молодежный чемпионат мира по хоккею. Решение возможно, но не важно, потому что мы в конце концов строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев. Воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Но по поводу чемпионата, если решение будет провести его здесь, мы будем готовы. Если нет, поморщимся, наверное, переживем. Тем более, что мы к этому морально были всегда готовы. И два года назад, когда ВАДА нападала на наших спортсменов. И полгода назад, когда чемпионат был остановлен в Канаде из-за ковида. Новосибирск готовится к паводку. Власти разработали план мероприятий, чтобы предотвратить подтопление инфраструктуры, жилищного фонда и строительных площадок. В ближайшие две недели планируют вывести снег с мест возможного потопления, в том числе с дорог, внутриквартальных и придомовых территорий. Также очистят от наледи крыши различных зданий и приведут в порядок дождеприемники и дамбы. На период паводка на водных объектах будет организовано дежурство водолазов. Каждый второй, кого отправили из-за коронавируса на удаленный формат работы, нашел дополнительный источник дохода. Большинство тратят на такой вид занятости до 10 часов в неделю. Это выяснили в ходе опроса аналитики сервиса Суперджоб. Заработок от подработки у половины россиян составляет до 30% общего дохода, у каждого третьего до десятой части, а у остальных намного больше. Если у вас не показывают телевизор, просто подождите несколько минут. До 9 марта возможны перебои с сигналом. Виновата в этом весенняя солнечная интерференция. Это явление, при котором радиоволны нашей звезды перекрывают электромагнитные от передатчиков. Вреда здоровью и телевизионному оборудованию это не наносит, но изображение может пропасть максимум на 17 минут. Интерференция происходит дважды в год, и если у вас телевизор с устаревшим программным обеспечением, нужно будет заново запустить автопоиск каналов. Каждый второй новосибирец мечтает о четырехдневной рабочей неделе. Ради такого графика люди даже готовы трудиться по 10 часов. Это выяснили в ходе опроса аналитики сервиса «Суперджоб». Четверть горожан не одобряет такой вид занятости. Большинство из тех, кто мечтает трудиться всего 4 дня в неделю, свободное время потратят на активный отдых, путешествие или подработку. В Новосибирске в Первом театре показывают пьесу «Плотник». Она могла бы стать моноспектаклем, но все мысли и слова главной героини в театре решили поделить на трех актрис. С подробностями Алексей Кудинов. Три актрисы, находившиеся в замкнутом пространстве, забили в деревянные полотна 2022 гвоздя. Девушки работали, не прерываясь, в течение 222 минут. Этим перформансом театр готовил к премьере спектакля «Плотник» как зрителей, так и своих актрис. Видеозапись действа в режиме нон-стоп проигрывается в одном из помещений театра. Первый час это был ад, это был реальный ад. А уже к концу я поймала вот эту медитативность, вот это вот состояние того, что я могу делать, ни о чем не думать, и я его делаю. И это мне помогает, помогает расслабиться, не тревожиться, не думать о том, что происходит, не думать о своих каких-то личных проблемах. Спектакль стал продолжением перформанса, часовой медитацией. Правда, стук молотков заменили звуки падающих капель воды. Сценография минималистична. На аванс-сцене внушительных размеров бассейн. За ним три актрисы, они словно прибиты гвоздями к своим стульям. И могут достучаться до сердец зрителей только с помощью коротких фраз. Возвращайтесь, хватит, чтобы доскать. Доскать, если вы будете, теперь шуруповерку прикручены к каркасу. Эту пьесу два года назад написала Лидия Голованова. Плотник вошел в шорт-лист фестиваля молодой драматургии «Любимовка». Текст – это внутренний монолог женщины. Героиня решила достроить шалаш, много лет назад возведенный ее дедом. И подробно описывает свои действия, ощущения и переживания. Есть замечательная читка на актрису, моно-читка. Я могу сказать, что это готовый спектакль, и поэтому не хотелось повторяться. И как-то мы сначала взяли две актрисы, потом поняли, что все-таки три – это очень хороший метафор. И такой очень богатый образ всего. И три сестры, и троицы, и все. Героиня спектакля постоянно рефлексируя, делает каркас шалаша. Пол, дверь, окна, крышу. Перетекающие один в другой голоса актрис словно гипнотизируют публику. Действие разворачивается не на сцене, а в головах у зрителей. Плотник – профессия совсем недавно исключенная из списка запрещенных для женщин. Но социальный аспект пьесы не основной. Это спектакль-медитация, путешествие к своему «Я». И к такой форме зрителям, собирающимся в Первый театр, конечно, нужно быть готовыми. Алексей Кудинов, Евгений Агеев. Новости ОТС. И к этой минуте у меня все новости. С ними вас познакомил Александр Журбин. Всем удачи и до встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.